Потому что на нашей планете гораздо больше воды, чем земли. И ученые говорят, что раньше все вот эти куски земли были вместе. Был один материк, назывался Пангея. А потом, ну там, какие-то землетрясения происходили, еще что-то. И эти кусочки расплылись в разные стороны. А люди из-за этого не пострадали? Да нет, не пострадали. Они просто на разных кусках земли оказались. А у них ноги не расплылись там? Нет, конечно. Вот это Евразия. Вот мы вот здесь вот живем, вот в этой точке, да, наша Санкт-Петербург. Вот здесь Европа. Вот это Африка. Как она близко. Ну, относительно. До нее долго лететь. Смотри, бабушка Тазагуль живет вот здесь вот. Вот тут. Смотри, бабушка Тазагуль здесь, мы вот здесь. Здесь лететь 4,5 часа на самолете. А почему так близко мы видят? Африка еще дальше. Потому что мы уменьшили, это вся планета. Ты видишь, тут всю планету. Вот это Америка, северная и южная. Вот это Австралия. Вот это Новая Зеландия. А почему она такая малюченькая? Ну, маленький остров. Да на нем даже мой палец не поместится. Что тебе еще показать? Какие страны? Не знаю. А уменьшили еще сильнее, чем было. А вот никак. Это вот так все платили. А вот это что? Белое, белое. Хе-хе-хе. Мы накрутить карту. А белое это что? Белое это... Ну, вот здесь это льдом покрыто. У нас на... Как выровняем теперь? Как тебе сказать? Наверху и внизу планеты находятся полюса. Северный и южный. А где низ и вверх? Внизу и вверху. Ну, и мне теперь карту никак не выровнять. А переверни ее? А зачем? Чтобы было... Вот это северный ледовитый океан. Вот здесь. Ледовитый? Ледовитый. Льды там плавают. А ядовитый где океан? Есть Атлантический океан, Индийский и Тихий, и еще Южный. Надеюсь, я все тебе назвала, потому что я их наизусть не помню. Вот еще один внизу. Это Южный подпис. Здесь дублируется. А почему если увеличить так много датописей? Ай, ты мне ногу сейчас. У меня очень болит нога от того, что ты так вот надавила, она затекла. Ай. Вот Москва. Москва это какой город в нашей стране? Это... Главный город. Да. Как называется главный город? Забыла. Столица. Столица. Столица России, Москва. Россия, Москва. Хорошо. А столица Туркмении? А, откуда ты папа? Я еще не говорю. Ты мне не говорила? Говорила. Ашхаха. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Пока еще утро. Почти 12. Я все еще не могу проснуться. Снова делала себе кофе. Не могу проснуться. У меня даже еще волосы не это. Не до конца высохли. Не могу проснуться, потому что я сегодня не спала где-то с трех до половины шестого. Потому что в три Арина проснулась поесть. Потом, и пока я от нее отползала, она проснулась. Я покормила ее еще. Потом она объелась и пришлось менять ей подгузник. Пока я ее меняла подгузник, она такая... Спать перекатила. Мне пришлось ее укачивать. Я ее укачала. После этого Рекс отстала со своего места и легла обратно. Она ложится не просто она ложится. Она вот так вот, я рассказывала, вот так вот. С таким грохотом. Это я тихо сделала. Она прям с грохотом кидает себя на пол. Арина от этого звука проснулась. Я ее опять уложила. Начала засыпать. Алишер стал ворочаться. У нас кровать скрипит, потому что мы все набили в нее. И, короче, Арина опять проснулась. В общем, она опять проснулась. Ну, то есть она-то как бы спала. То спала, то не спала. А я, поскольку я засыпаю долго, не за 2 минуты. Мне надо минут 20-30, чтобы заснуть. В общем, я уснула где-то в половине шестого. Потом большим трудом проснулась. Вот. И в итоге я ночью, пока я там кормила, поскольку меня вырубала, я сидела в телефоне. Вот. И искала там все для ремонта. Я читала комментарии. Ой, простите. Прям хотелось ночью взять камеру и сказать, и поделиться. Я повторю идею, которую я в прошлом влоге повторяла, что, ну, как бы, короче, мы живем по средствам своим. Поэтому у нас такая квартира, и поэтому будет ремонт какой-то не вау там, или как это показывается. Короче, просто бюджетный ремонт. И сломать-то всегда можно. То, что сделано уже в квартире. Ломать не строить. Но все равно я взвешиваю все время, стоит ли там тратить деньги на то-то, на это. Потому что, например, я до сих пор даже по поводу инсталляции в туалете думаю, блин, я собираюсь переплатить там 20 тысяч рублей просто за красоту. Ну, потому что обычный унитаз, он, как бы, ничем не отличается от этой инсталляции, кроме визуала. И я, типа, собираюсь тратить лишние деньги, чтобы сидеть на красивом унитазе. А стоит ли оно того, потому что нам еще надо машину купить новую, потому что я вот просто, я вот так вот каждый раз, каждый день машинка, пожалуйста, поезди еще сегодня. Прямо очень надо ее менять. И желательно две машины, ну, хотя бы одну, окей. Вот. И дачу еще надо доделывать. Поэтому тут, как бы, считаешь, ну, реально каждый рубль. И поэтому, да, поэтому какие-то экономичные решения выбираем. И очень много советов. Вот плюс блогерства в том, что я могу получить прям много советов от реальных людей, от вас, да, там положительный, отрицательный опыт. Но в то же время у людей разные взгляды, да, у вас одному нравится так, другому так. И я иногда, когда не знаю, как правильно сделать, я сижу, читаю, у меня голова пухнет, потому что я читаю, думаю, да, да, этот человек прав, надо сделать так. Потом читаю следующий комментарий про вот эти полуположные, заплетается. Ну, блин, нет, вот этот человек прав, а тот был неправ. И вот так вот меня шатает. И очень многое то, что я показываю, я вам показываю процесс. И очень многое, это, знаете, мысли вслух. Например, про ту же самую столешницу, да, там, я говорю, вот что она такая, там, хорошая, да, там. Жалко менять, но она реально качественная. Но она мне не нравится, и мы ее точно поменяем. Но у меня как бы идут размышления. Может, я ее не менять? Потом думаю, нет, все-таки она мне не нравится. А какую же столешницу делать? Такую или сякую? И, короче, получается иногда, что я что-то озвучила, что, наверное, лучше сделать так. А потом я подумала, приняла другое решение, и мы еще посовещались с Алишером, и что-то мне подсказали родители, посоветовали. Я, может, там уже 10 раз решение поменяла, но во блоге остался вот этот кусочек. Просто мне как-то хочется погрузить вас в этот ремонт процесс, потому что мне само это интересно. А не то, что я через 3 месяца такая, смотрите, мы все сделали. Я хочу показать, как это идет, мы живые обычные люди, которые там не то, что наняли какую-то крутую бригаду, которая нам все сделала под ключ, там, ремонт бизнес-класса. Нет, вот как вот своими силами, там, за недорого, мы пытаемся сделать красиво и все такое. Вот, и опять же, я прям не хочу какой-то люкс-перелюкс, потому что я надеюсь в будущем потом переехать в трешку. Вот, и приучить от того, сколько, какие сейчас цены вообще на все, ну, я прям не хочу миллионы вкладывать для того, чтобы там пожить несколько лет, потом продать эту квартиру, там, и, допустим, переехать в трешку, чтобы у каждого ребенка была своя отдельная комната. Поэтому хочется сделать хорошо, но не тратить лишних денег. Вот, и, естественно, последнее слово будет за профессионалами, да, там, за отделщиком, за техниками, за электриками, которые будут по факту говорить, лучше сделать так-то и так. Вот, ну, и, естественно, там несколько людей написали, так, как будто мы собираемся, знаете, так это старые обои содрать, новые, так прилепить и въехать в это. Нет, конечно, будут и потолки делаться, и стены, и полы, там все будет делаться, то есть там, скажем так, не останется никаких старых грязных поверхностей абсолютно, это вообще будет неприемлемо. Кстати, я прочитала ваши комментарии по поводу окон, потом я ночью гуглила, что делать с окнами, я нашла специальные чистящие средства для пластиковых окон, их не всем можно, оказывается, чистить, потому что пластик может деформироваться от жестких средств. И еще нашла, что можно покрасить, что красит старые, то есть я попробую отмыть, и если не получится, и специальные химии, то тогда уже покрасим эти аэрозоли специальные есть, чтобы было беленькое, все красивенькое, и ручки, конечно, там поменяем. Вот, по поводу окон, короче, я уже все сохранила себе. Потом еще, кстати, я искала духовку. Вы все советуете делать единую столешницу, духовой шкаф, варочную поверхность, я думаю, окей, раз все советуют, надо. Но знаете, с чем я столкнулась? У нас там плита 50 сантиметров, и таких духовых шкафов нет вообще. То есть нет, они существуют в природе, но их нигде нет в наличии, вообще нигде. То есть я перерыла, наверное, магазинов 20 с бытовой техникой, ну таких, которые там сетевые, известные, я уж не знаю, может где-то есть, стоит какой-то духовой шкаф в каком-нибудь магазинчике районном, но мне в интернете вообще нигде не попалось. Они все либо 45 сантиметров, либо 55, а нам надо 50. И такого нету. И походу у меня будет просто отдельно стоящая духовка. Ну, в смысле, плита с духовкой, а-ля, такая, только не газовая, а индукционная, потому что просто нету. Я не знаю, может кто-то из вас знает, где взять, потому что иногда бывает, что вы такие, хопа, вот оно есть, и находите в каком-то магазинчике и пишите мне. Но я вот реально не нашла просто. И если вы мне идейку какую-то не подкинете, да, какую-то модель, которая продается, которая есть в наличии, то, видимо, придется брать издельно стоящую плиту и делать два куска столешницы. Да. Сейчас Орень и Нзеки будут говорить, какие цвета. Хорошо, его надо включить сначала. А как? Ну, принеси, я включу. Если все вот эти склейки в видеотартины подходят и вопросы задают. Садик послезавтра лучше пойдет. Еще чего-то. А, я подобрала ночью. Ночью, короче. Я заказала видеоняню. У нас есть радионяня, но она плохо работает. Там база работает теперь только от батареек, от розетки нельзя. Это прям реально невыгодно. То есть, за несколько часов она разряжается полностью. Зайчик этот. Алило, по-моему. Господи, о чем я говорила. Так, я заказала видеоняню, потому что там квартира больше нашей, и без видеоняни точно будет никак, и плюс мы еще на дачу летом поедем. Короче, я хочу, чтобы у меня был работающий агрегат радионяни. Не знаю, тоже будем использовать, наверное, как запасная будет. Потом я заказала лоток для яиц в холодильник. А то мне вечно не хватает. У нас один стандартный, а я по 30 яиц заказываю. Еще там мелочевку. Короче, я заполучу на Валдберс и покажу вам. Вот. Еще я выбрала шторы в комнату Артемия. У нас будет желтый цвет преобладать в детской комнате. Артемий так просит. У меня камера аж села, сколько я разговариваю. В общем, вот такие вот шторы я нашла на Озоне. Я там посмотрела живые фотографии, мне понравилось. Подходит по оттенку Артемия, будут такие шторы. И еще я подумала, наверное, будет классно положить коврик ему перед кроватью небольшой. И остановилась вот на таком варианте. Я там несколько нашла, Артеша показала, он выбрал вот этого песика. Ну, это такой небольшой коврик совсем. Ну, вот он. Вот, посмотрите, кроссовки рядом стоят. Видите? Размер маленький. Вот. Ну и, короче. Да, с плитой я разобралась. Малина требует внимания. Вот, кстати, средство, которое я нашла для окон. Это очиститель и краска. Вот их рекомендуют. Можете заскринить, если у вас тоже такая проблема. Я буду пробовать и то, и другое. Да, и пока из фаворитов, видимо, у меня вот эта вот плита Ханса. Других вариантов пока я не нашла. Он даже не называет свет. Короче, Артемия меня отвлек 150 раз. Я забыла, что еще хотела сказать. И Арина проснулась и плачет, поэтому я пошла. Я успокаиваюсь. Маленькая девчонка. Маленький мальчишка сидят тут. У Арины, кстати, вот этот зуб, который лез, лез, он, знаете, он остановился как бы под десной. Его видно, но он не прорезался к воздесну до сих пор. Хотя вот уже там почти месяц прошел с того момента, как он стал так прям прощупываться. Поэтому щетку я купила, но до сих пор я не чистила зубы, потому что вот он там замер. И все, мы ждем, когда оно вылезет окончательно. Он там белый. Но не прорезался. Видимо, подождет до полугода, наверное. Может, скоро вылезет. Не знаю. Но, в общем, пока ждем. Вот, так что я даже пока в ее фотоальбом, вот этот дневник первых лет жизни, не записала то, что прорезался, потому что по-настоящему я не считаю, что прорезался. Да, Арина? Ты считаешь только по-настоящему. Вы тут тусуетесь, да, в своей щели? Жаль, не будет эта щель потом. Да. Ну что такое? Вот не отпускает меня. Ой. Я тут. Я тут. Привет. Может, братика зовет? Не знаю. Смотри, какая штучка. Лекса! Как тебе? Я сегодня опять вся в работе. Сейчас буду на скорую руку делать обед и постараюсь немножко прибраться. Пока тут монтировала видео на телефоне, влезают у меня комментарии, уведомления приходят и аниматку просто. Что не комментарии, то шедевр. Но, видимо, у меня будет долго еще дергаться глаз, пока на ремонт не закончим. Это как когда мы дачу делали и просто все критиковали, как мы делаем. Мы сделали, как мы хотели. И в итоге мы реально кайфуем. И я вообще не пожалела от ремонта. Короче, что сейчас прям хочется сказать. Не обязана оправдываться. Но вот последний раз оправдаюсь. Очень многие пишут и лайкают комменты на тему того, что я придумала дизайнера. Ребята, вот зачем мне это делать? Просто зачем? Сижу, значит, я такая взрослая. Так, как повыпендриваться перед подписчиками? Не дай бог они подумают, что я бедная. Точно, скажу, что у меня дизайнер свой есть. Пускай завидует. Вы что, реально думаете, что я вот такого уровня человек, что ли? Сейчас подожди, Артюш. Реально. Ну, серьезно. Я понимаю, что каждый примеряет на себя ситуацию, но мне даже в голову такое не пришло бы. У меня есть знакомая семейная пара. У них свое как-то агентство называется, да? Они занимаются реально дизайном квартир и прочих домов. Мы с ними сейчас сотрудничаем, сами понимаете. Бартер. Ничего плохого в этом не вижу. Это тоже работа. У меня огромное обязательство перед ними. И единственное, у них обычно клиенты не такого уровня, как мы, не бюджет, а как бы там комфорт, бизнес и так далее. Вот. И чтобы вы понимали, ну вот, окей, вот вам, пожалуйста, планировка с предварительной расстановкой мебели и светильниками. Это так, предварительно. Я почему не показываю? Потому что мы меняем пока по ходу дела, и я не вижу смысла показывать, пока не доделано. Или вот, например, это вариант. Мы этот вариант отмели, он будет, ванная будет выглядеть по-другому. Ну вот, например, вариант, да, такой предварительный просто калаш-набросок, каким, какой может быть ванная. Но она будет не такая, я сразу говорю. Плитка будет вот этого, да, вот я ее выбрала, вот эту. Но все это будет выглядеть не так, кроме расстановки мебели. Короче, есть у меня дизайнер, мы с ним реально, с ней, да, мы как бы с ними работаем. Вот. Вот, вот, например, там куча вариантов перебиралась по поводу обоев в спальню, да. Вот, видите, сколько картинок мы там пересылали друг к другу, обсуждали. Так что, ну, делать мне нечего, что-то придумывать, вот честно. Как будто мне заняться нечем, мне поспать некогда. Я тут хожу, у меня даже мыслях нет, вот, заниматься каким-то показушничеством, что ли. Я понимаю, что есть очень много блогеров, которые там делают, что они купили квартиру, что они купили машину, что вот они тут на Багама заработали, а на самом деле, там, допустим, это все по бартеру, а тачка не их, а взяли в прокат, там, квартиру арендовали, ну, и там, пускают пыль в глаза и продают свои курсы. Как я заработал, там, миллион за три дня. Я могу продать курс, только как фигачить по жизни и добиться такого уровня, чтобы можно было, вот, 15 лет назад у меня была одна пара джинс, и все. Реально, для меня покупка второй пары джинсов, это было просто вау, я когда купила вторые, не протерев первые до дыры, я почувствовала себя богатой. Поэтому для меня тот уровень, который у нас сейчас, да, когда мы можем выбрать такую стиралку или секую стиралку, а ставить ли сушильную машину или нет, и как бы это не является вопросом, когда надо копить, там, два года на эту сушильную машину. У меня ощущение, что мы прямо богачи, хотя для кого-то мы нищие. Ну, как бы все познается в сравнении. Мой личностный рост и финансовый, он прям вот для меня, я вот так иду, и я этому радуюсь. Вот, и, блин, ребята, гиблое дело считать, считать чужие деньги. Зачем вы этим занимаетесь? Просто давайте ремонт обсуждать, а не кто на что, сколько денег потратил. Все, на этом я закрываю эту тему, там, тему финансов, что, сколько стоит, там, не знаю, я выпендриваюсь, я не выпендриваюсь, я все сказала, я больше не буду обращать внимание на эти комментарии, пойду помогу ребенку, он что-то у меня просил. Девочки, я скоро упаду, я себе еду поставила разогреваться час назад, у меня ребенок уже по обеду, я на последнем отдыхании, Арина сегодня много внимания требует, не знаю, что такое есть. Вот, и это. Кстати, я даже не сказала, у нас сегодня шел снег, вот, видите, подтаял, и там дождь, и, короче, я собиралась сегодня к бабушке с дедушкой, я посмотрела на этот снегодождь, думаю, да ну нафиг, там, там, продолжает это идти. Ну, гулять там мы пойдем, но я вообще, я с утра вообще бессилла была, поэтому я все отменила. Поедем завтра, и послезавтра родили в садик, два дня в сад он походит, потом выходные, очень хочется увидеться с Мариной, хочется увидеться с родителями, ну, посмотрим. Ох, ну что такое, как пока я отойдет сразу в канале. Ты чего? Ты чего? Ты чего? Ты наелась, напилась, поспала на маминой груди. Чего ты? А? Что? Кто? Где? Что? Мамке дай поесть, а? Дай мамке поесть, чтоб молоко было. У тебя не будет рыбных палочек, я все слопал. Ты слопал все рыбные палочки? Ты еще есть хочешь? Эээ, не знаю. Хочешь, я тебе еще бутерброд с маслом сделаю? Будешь? Да! Тихо-тихо-тихо, не прыгаем, когда Аришка. Хорошо, сейчас. Я самая любимая малышка тут. Как у тебя сегодня, Артемий, денек? Веселый или скучный? Веселый! Да, несмотря на то, что я работаю так много. Боже мой, Артемий, нет, не надо, я боюсь. Артемий, ну вот Арина в тебя выстрелила за это. Ты не такая довольная. Ариш, пошли на кухню, у меня поесть надо. Набрал себе. А я еще ряженку. Ты хочешь еще ряженку? Да. Какую, с клубникой или без? С клубникой. Давай, пройди вперед, я сама тебе достану. Самокат свой убери, пожалуйста. Да. Так, теперь пойдем, надо гречку взять и овсянку. Где? Это корюшка. А где карась? Карась, вот этот. Ого, карась. А это? Это зубатка. Это что? Изучаем животный мир в океанариум. Не ходим хоть так. А ты хотел бы в океанариум? Да. А это что это такое зубатка? Ну, такая рыба так называется. А почему не голову опили? Потому что это прям куском продается. Вот. Есть, например, филе. Видишь, вообще просто без косточек такое. А вот это что за гигантские рыбины? Вот там вдалеке? Это форель. Ничего себе. Какую гигантскую рыбу. Да, такая рыбина тысячи две стоит, наверное. Смотри, какой страшный рот. Ага. А вот это кто? Это щука. Это дедушка тебе привозит иногда. А она серая. Фу, как она пахнет. Это дедушке свежее будет. Да. А она совсем не пахнет. А вот это что? Это черепаха такая. Это камбала. Это что? Это рыба. Ну, тоже такая рыба. Да. 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 Пониже? Да. И туда-сюда гоняй. Да. 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 А мы идем по темноте. Я что-то вообще не поснимала. Мы на самом деле... Чего? У меня... У меня снег ломался в руках. Ну да, я как раз хотела это рассказать, но ты меня перебил, как обычно. Короче, мы часа полтора гуляли до того, как в магазин пошли. Артемий играл на площадке. Детей вообще нету сейчас на площадках. Поиграть ему не с кем ходили специально от площадки к площадке, чтобы найти кого-то. Ну, Артемий нашел снег. Вот. И, в общем, он кидал. Я его в него как в него как в снег, когда все завалено. Прямо все-все. Все-все. Сегодня так было много снега. Все-все завалено. А я все это время, пока он игрался снегом, разговаривала с мамой обсуждали. Мы там ремонт, что как-то делать. В общем, советовалась. Кстати, вдогонку о дизайнере. Почему-то очень многие думают, что если есть дизайнер, то значит надо делать вот прям, как он сказал. На самом деле нет. Если вы нанимаете дизайнера, то вы рулите. Вы можете сказать вообще там, хочу оставить там, хочу наклеить бабушкинские обои и все тут. И вот выбрать какой-нибудь бабушкинский вариант. Как вот вы хотите, так и будет. Это уже дизайнер под вас подстраивается. Поэтому, ну, она предлагает, я предлагаю, мы обсуждаем. Она предлагает что-то, ну, чтобы хорошо сочеталось. Вот такой живой процесс, а не то, что сказали. Делай так, и все. Ребята, каждый раз после долгих прогулок мы приходим в подъезд и я думаю, блин, кто бы за меня коляску поднял. Силы еще нет. У меня еще пакет с продуктами. Как всегда, хотели взять чуть-чуть, набрали целую кучу. Я торт взяла. Я так хочу сладкого сегодня, я просто не могу, видимо, из-за недосыпа. Понимаю, что столько сладкого есть вредно, но иначе я просто отключаюсь и у меня полнейший упадок силы. Обычная еда это не восполняет. Короче, ладно, пойдемте наверх. Вместе. Не забудут меня. Вот так. Ну, может, хоть так на нее посмотрите. Ну, наверное, камера сейчас упадет. Так. Блин, эти пакеты тяжелые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, у меня тут дежурство на кухне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, на ужин у нас сегодня рыбные палочки с гречкой. Артемий спросил. Еще это будет картофельное пюре. Здесь у нас борщ. Здесь у нас мясо в томатной подливе. И я хотела еще котлеты сделать наперед, но я не успеваю. Фарш сделала, все перемешала. Я, короче, его сейчас в пакет и в морозилку... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я все закинула, а ты перемешал, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, я его в морозилку закину и завтра сделаю, потому что уже...